здравствуйте друзья хотел рассказать о новостях нефтедобытческого фронта потому что но мы все как бы знаем следим там да значит цены падали 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 сейчас как бы они так немножко там приободрились но так не сильно приободрились в районе там чуть больше 50 так колеблется 53 54 55 52 и статья вот была интересная на блумберге на эту тему а я вообще интересуюсь поскольку ну это на многое влияет мире поэтому интересно что там происходит значит американская индустрия вот этой вот фрекинг там нефтяной и шелл ойл так она здесь называется и вот эта американская индустрия сильно вода рубили вот эти низкие цены но саудовская аравия снижал снижал снижала и в надежде на то чтобы вышибить американских фрекеров и действительно некоторые из них из бизнеса ушли зато остальные как-то так немножко потусовались технологически продвинулись экономить там как бы денежки там как то так переложили пересчитали я даже не знаю чего но во всяком случае воспрянуло воспрянуло и сейчас вот уже большие компании в это дело пошли раньше там они маленькие были сейчас уже крупные компании пошли там отдача от капиталовложения гораздо быстрее чем в традиционном традиционной нефтедобычей в общем уже exxon mobil там и собираются нанять тут какие-то планы есть там по найму тысяч я боюсь ара 1080 90 писали вот сейчас должны ближайшее время поднанять количество скважин резко растет то они там закупоривались а сейчас пошел обратный процесс и пишут так что сегодня вот американская вот эта вот индустрия нефтедобычи она при 50 долларов и чувствует себя нормально то есть как бы им им комфортно при 50 а когда 55 они просто от счастья значит там курлыкают и радуются жизни потому что в принципе на 50 хватает то есть как-то так получилось я помню был момент когда вот начались все эти дела со снижением цен на нефть и тогда как раз президент российской федерации говорил что нефть не может продаваться меньше 80 долларов это вообще немыслимо и наверное наверное он знает о чем говорит на тот момент три года назад но вот так вот понимаешь стеснить стесняющих обстоятельствах как-то так вот цвет покрутилась повертелась ужалась затянула поясочек так и вроде можно сказать оздоровилась но те кто не мог оздоровиться те отошли это правда это есть и было потеряно много рабочих мест это тоже правда поэтому я не думаю что эти там 80 тысяч компенсирует за то что было потеряно но я точно точно сыпор не по найму не смотрел думаю что наверное наверное еще не компенсирует я видел какие-то цифры на этот счет но это касалось между мировой нефтедобычи что вот по миру там чуть ли не там чуть ли не полмиллиона рабочих мест и там что-то такое было какое-то время назад вот так что вот такая хорошая светлая новость я думаю что на самом деле если еще какое-то время пройдет они еще как-то технологически более продвинутся пишут что приноровились новые технологии приноровились больше нефти забирать из скважины то есть как-то как бы да и с той же самой скважины сейчас больше могут откачать и так как-то подешевле все это у них там стало и так далее такая такие интересные дела я считаю что новость хорошая потому что соединенные штаты как бы потребляют много нефти кроме того цена на нефть это ведь налог на экономику всех промышленных стран поэтому вот эти нефтедобывающие там ближний восток да там много они как бы таким серьезным налогом облагали весь остальной мир ну а вот теперь как бы получается что во первых налог поменьше во вторых как бы тут в америке свои нефти что называется залейся и это приятно вот такая такая интересная информация счастлива